МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. Вот некоторые темы выпуска. Как быть с бродящими собаками? Насколько эффективны меры борьбы с ними? Для безопасности. Где появилась новая камера видеонаблюдения? Малыши на старт. В ноябрьске прошел спортивный праздник для тех, кому нет и года. В ноябрьске число больных с свиным гриппом выросло до 32 человек. Об этом сообщили сегодня в окружном центре по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Основная масса заболевших – пожилые люди. Кроме того, вирус обнаружен у 7 беременных женщин. Отмечу, за весь прошлый год в городе был зафиксирован всего один случай заболевания высокопатогенным вирусом H1N1. Законодатели Ямала подвели итоги своей деятельности за прошлый год. В 2012 году окружные парламентарии приняли 160 законов, из которых 32 являются базовыми, и 128 вносят изменения в действующее законодательство. Одной из наиболее значимых стала поправка в закон о здравоохранении, которая закрепляет абсолютно за всеми детьми до трех лет из малоимущих семей норму на получение полноценного бесплатного питания. К слову, за эту поправку активно выступали на местах, ведь до ее принятия бесплатное питание на детских молочных кухнях для малышей выдавалось только по предписанию врача. В прошлом году в нашем городе молочное питание получало не более 500 детей только по медицинским показаниям. Благодаря работе администрации города Ноябрьска, администрации центральной городской больницы, в этом году количество детей, получающих бесплатную нашу продукцию, увеличилось до 800. То есть расширен список деток, которые могут получать, в том числе и дети, по социальным показаниям. Губернатор Ямала провел совещание глав муниципальных образований региона в Санкт-Петербурге. Открывая выездной совет, Дмитрий Кобылки назвал его знаковым событием и выразил уверенность в том, что это позволит значительно расширить возможности взаимодействия Ямала и северной столицы. В своем выступлении он в очередной раз обратил внимание глав муниципалитетов на то, что главным потенциалом округа остаются люди, объединенные северным образом жизни. Акцентировал внимание и на молодых ямальцах, которые получают образование в Санкт-Петербурге и других городах России. По мнению Дмитрия Кобылкина, именно крепкая связь, поддержка и помощь студентам во многом создает необходимые предпосылки для возвращения выпускников на Ямал. «Считаю, со стороны муниципальных образований должны быть разработаны стимулирующие меры в виде привлечения на практику и муниципальных программ поддержки молодых специалистов, приоритеты для своих и лучших приглашенных кадров», заявил губернатор. А вот о том, как работает молодежное правительство Ямала, с какой целью оно было создано и какие проекты удалось реализовать за год работы. Сегодня мы поговорим с представителем молодежного правительства в Ноябрьске Кириллом Николаевым. Актуальное интервью смотрите сразу после выпуска новостей. В арсенале госавтоинспекции в Ноябрьске появилась система контроля за соблюдением правил дорожного движения. Фаторадарный комплекс измерения скорости кордон уже установлен при въезде на промзону. К слову, всего за 9 дней работы система зарегистрировала более 200 нарушений скоростного режима. Уважаемые участники дорожного движения, на вооружении сотрудников ГИБДД имеются комплексы автоматической фиксации нарушений скоростного режима, работающих в автоматическом режиме. На прошлой неделе был установлен очередной комплекс, многоцелевой фаторадарный комплекс регистрации изображений скорости кордона. За период с 11 февраля 2013 года по 17 февраля было зарегистрировано свыше 200 нарушений скоростного режима. В целях предупреждения о совершении административных правонарушений, а также дорожно-транспортных происшествий, госавтоинспекция города Ноябрьска обращается ко всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, в частности скоростного режима. Количество бродячих псов в Ноябрьске растет, а вместе с ним растет и риск возникновения бешенства и других заболеваний, передающихся от животных к человеку. Эффективны ли меры, принимаемые для борьбы с бездомными собаками, выяснял Кирилл Мигель. Сколько их точно, не знает никто. Зато есть статистика пострадавших от их укусов. Так, например, в 2011 году было зафиксировано 237 случаев нападения собак на людей. В году 2012 на 48 больше, а с начала этого к врачам уже обратились свыше 20 пострадавших. Причем последствия такой встречи могут быть самыми непредсказуемыми. От пары царапин до заболевания бешенством. К сожалению, бешенство, заболевание смертельное. И до сих пор еще не нашли способы лечения его. Если человек зародился, то это уже все, это уже конец. К счастью, в Ноябрьске от этого вируса никто не умирал. Но в других регионах это далеко не редкость. В городской администрации решение проблемы нашли. И даже подсчитали, какова цена вопроса. Не больше 2,5 миллионов рублей. Именно на такую сумму размещен заказ на сайте госзакупок. Организация, выигравшая конкурс, а в последние годы контракт получает КСК «Тарпан», должна освоить деньги в период с апреля по конец декабря. Средства пойдут на отлов, кормление, уход за животными во время передержки, усыпления и утилизацию. Однако, это все равно не решит проблему кардинально. Считают специалисты. Решить проблему отловом только одним, ее невозможно. То есть тут должен действовать комплекс мир. Это должен быть и отлов, это должны быть какие-то приюты, через которые потом эти животные пристраивались бы к хозяевам, скажем, находили своих хозяев. То есть это все требует денег, и денег немаленьких. К слову, сам метод, отлов и затем усыпление, традиционно вызывает только лишь негативную реакцию в стане многочисленных защитников животных. Гораздо гуманнее, считают они, не усыплять собак, а стерилизовать, чтобы те не могли приносить потомство. Если сейчас собрать максимальное количество бездомных животных, выделить среди них агрессивных особей, подлежащих усыплению, найти хозяев племенным, а остальных стерилизовать, уже через три года прироста бродячих животных не будет. Денежные затраты на эту процедуру немного превышают ту сумму, что выделяется администрации на простое уничтожение. Ведь пока усыпляют одну собаку, другая приносит приплод в шесть щенков. Говорит Анна Руссу, куратор фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь». Впрочем, у специалистов по отлову на это свой ответ. Всех не переловишь. Здесь встает другой вопрос. Откуда в ноябрьских дворах, поселках столько брошенных собак и кошек? И где нужно искать корни проблемы? Может быть, в нас самих? Должно быть в обществе какое-то милосердие. И начинать нужно с животных. У нас уже и про людей забыли. Кирилл Мигель, Антон Владимиров. Новости нашего города. Собак бойцовских пород приравняют к травматическому оружию. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщает российская газета. Как гласит документ, питомцев нужно будет обязательно регистрировать. А желающим обзавестись, к примеру, питбулем или ставтерьером, придется проходить предварительное обучение. Ведь будущий хозяин бойцовского пса должен знать и понимать, с кем связывается. Закон предполагает и обучение собак. Как сказано в проекте, владелец пса потенциально опасной породы обязан иметь свидетельство, подтверждающее прохождение общего курса дрессировки его питомца. А далее о том, что интересного на этой неделе для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». Вот уже много лет в городе существует благотворительный фонд «Вера, надежда, любовь», который дарит добро нуждающимся в этом людям. Кто бы ни обратился в организацию, бездомный бродяга, одинокий человек, сирота или человек с ограниченными возможностями, для всех здесь найдется время и возможность помочь. О людях с неравнодушным и благородным сердцем читайте на третьей странице газеты. В Ноябрьске прошли общественные слушания по благоустройству и межеванию одного из центральных микрорайонов города. В планах у разработчиков проекта обустройство четырех зеленых зон, сделать улицу Дзержинского с двухсторонним движением и многое другое. Более подробно об этом читайте на шестой странице «Слово нефтяника». Время не властно над музыкой. Под таким заголовком в газете публикуется фоторепортаж о концерте преподавателей детско-музыкальной школы номер два. Материал о тех, кто живет музыкой, вы найдете на десятой странице издания. Мы уже говорили о том, что с 2013 года газета «Слово нефтяника» активно устремилась в цифровую среду. Кроме печатной, подписчикам стала доступна бесплатная PDF-версия издания, которая приходит на личный или корпоративный e-mail всем желающим. Напомню, оформить подписку можно на сайте ноябрьск.рф. А с сегодняшнего дня «Слово нефтяника» выходит и в мобильной версии для планшета iPad. Пока это первое и единственное на Ямале печатное издание, выпускаемое для планшетов. Мобильная версия газеты отличается от печатного выпуска тем, что подкреплена видеоматериалами, фотогалереями, ссылками на интернет-ресурсы и архивы издания. Подписаться на рассылку мобильного приложения «Слово нефтяника» можно в магазине App Store. Услуга бесплатна. Сделать это можно единожды, а выпуск газеты будет приходить вам еженедельно в автоматическом режиме. В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники ГИБДД и юные инспекторы дорожного движения, а это ноябрьские школьники, вышли на дороги города. Всех защитников Отечества, а по совместительству еще и автовладельцев, полицейские поздравили с наступающим праздником, вручили поздравительные открытки и лишний раз напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно в праздничные дни. Малыши на старт. Сегодня в спорткомплексе «Зенит» прошел спортивный праздник для совсем юных жителей города – веселые ползуночки. В нем приняли участие 48 детей в возрасте от 6 месяцев до года. Это мероприятие состоялось по инициативе депутата законодательного собрания Геннадия Любина и при поддержке Департамента образования и предпринимателей города, которые всем, без исключения участникам, предоставили подарки. На ясельных соревнованиях побывала и наша съемочная группа. Таких соревнований в Ноябрьске еще не было. Выясняют, кто быстрее ползает – малыши от 6 месяцев до года. Участники на старт! Внимание! Сначала раскачка такая была небольшая. Два раза останавливались, отвлекались на камеру. Вот, как бы первое наше соревнование. Началось все, что мы начали спортивные городские мероприятия. Дети на ябрьске выбирают спорт. Когда увидели в глазах детей огонек, искорку, да, что они хотят заниматься спортом, мы захотели увидеть маленьких, маленьких, таких забавных детей. Спортсмены совсем юные, вкус победы еще не ощущали. Поэтому к финишу не все малыши ползут целеустремленно. И дабы дитё не сворачивало с пути намеченного мамам и папам, приходится идти на самые разные ухищрения. Пульт от телевизора у нас любимая игрушка вообще-то. Мы его грызем дома. А так как не даем часто, то вот сейчас взяли сюда. Пытался идти, я так понимаю. Гостики показывал. Видимо, это была разминка у него такая. В этом хоть и ясельном забеге, все серьезно. Участников к соревнованиям допускали только с медсправками. Победители определяют в трех возрастных категориях. От 6 до 7 месяцев, от 8 до 9 и от 10 месяцев до года. Дистанцию в 5 метров преодолеть необходимо как можно быстрее. Каждого ползуночка на финише ждут не только родители, братья, сестры, бабушки с дедушками, но и судья секундомером. Испугался, наверное. Сел и плачет. Ну что поделаешь. Не заставишь. В таком возрасте не заставишь. Все три первых места, соответственно, и главные призы – электромобили. Достались мальчишкам. Это Дима Шевцов, Семен Федотов и Глеб Буторин. Папа у нас вел фотоаппарат впереди, а он бежал. А папа с вами пришел, я так понимаю, он вас поддержит. Да, 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 обязательно. Мы без папы никуда. Эти соревнования получились самым настоящим семейным праздником, в восторге от которого остались и участники, и зрители, и сами организаторы. А значит, веселым ползуночком в ноябрьске снова быть. Ольга Попова, Александр Иванов, новости нашего города. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я напоминаю, что сразу после новостей в эфир выйдет актуальное интервью с представителем молодежного правительства Ямала Кириллом Николаевым. Не пропустите. Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 22 февраля в Салехарде облачно. Ветер западный до 4 метров в секунду. Температура минус 10 градусов. В Муравленко снег. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Температура 15 градусов ниже нуля. Ноябрьские без осадков. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура минус 17 градусов.